Главная задача сотрудников Роспотребнадзора обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. В преддверии профессионального праздника глава Ленинского городского округа Алексей Спасский наградил работников ведомства, которые в период пандемии внесли большой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. А это службы, это люди, которые, знаете как, не то что даже управлять, управлять этим процессом нельзя, но регламентировали, наверное, эту работу и оставались островком, как я уже сказал, какой-то стабильности и разума в это неспокойное время. И поэтому они очень немногочисленные, их всего там чуть более десятка, и, к сожалению, даже сегодня половина из них практически на боевом посту, поэтому мы обязательно поздравим оставшихся. Но, тем не менее, они сегодня улыбались, и это, наверное, такая большая радость после многих месяцев напряжения. Среди награжденных Марина Абрамова, ведущая специалист-эксперт, трудится в ведомстве 35 лет. Марина рассказывает, что ее работа проходит в постоянном общении с людьми. Именно это и привлекает ее в свои профессии. Умение ладить с окружающими она называет немаловажным качеством сотрудника Роспотребнадзора. Я вот честно не вижу трудности. Трудности, когда, и то это не трудности, это скорее такие, ну, спонтанные такие, ну, завал работы или еще там что-то. Ну, никак. Опять же, завал какой в плане? Ну, там, мы сейчас рассматриваем жалобы, работаем с населением. Жалоб очень много поступает. Я вот лично сейчас я работаю в защите прав потребителей. Заместителя начальника Подольского территориального отдела управления Роспотребнадзора Татьяну Беляеву, помимо вручения грамоты, поздравили с 60-летием. Своих сотрудников Татьяна Валентиновна называет боевым народом. В период пандемии им пришлось быть на передовой. В основном, конечно, сотрудники работают именно с ковидом. Это регистрация, перенаправление, это работа с другими ведомствами, это консультативная, это работа с населением. Это большая работа, но мы основную работу тоже свою не оставляем. В Подольском территориальном отделе управления Роспотребнадзора трудится 40 сотрудников. В настоящий момент работа ведомства направлена на сохранение достигнутой стабилизации в ситуации с COVID-19, а также на осуществление контроля за соблюдением правил санитарной безопасности. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.